Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу посвятить ролик очень интересной теме, по крайней мере для меня, но я знаю, что и некоторым моим зрителям тоже это было интересно узнать. Я хочу рассказать вам о своем пленочном фотоаппарате, который купила в начале лета или в конце весны, я точно не помню, потому что уже прошло достаточно времени, чтобы я сформировала свое мнение о нем, смогла вам рассказать, как им пользоваться, какие получаются фотографии, стоит ли он своих денег и так далее и тому подобное. Не буду долго затягивать. Спасибо за то, что открыли этот ролик, за то, что подписываетесь на канал, ставите лайки и приходите в Инстаграм. Для меня это очень важно, приятно, ценю. Нужно понимать, что я очень сильно люблю фотографировать. Я себя ни в коем случае не позиционирую как профессиональный фотограф или вообще фотограф. Я занимаюсь любительской фотографией. Я это делала давно, когда-то бегала с кэноновским фотоаппаратом с большим объективом, с цифровиком, на телефон фотографирую постоянно. И мне просто это нравится. Это, знаете, как увлечение длиною в жизнь. И не так давно, из-за того, что пленочная фотография снова начала возвращаться к нам, снова стала, можно так сказать, модной, я этим заинтересовалась и начала искать какие-то фотоаппараты, которые можно было бы купить и ими пользоваться. Сразу скажу, что я решила купить именно любительский фотоаппарат. Почему? Потому что, как я уже рассказала, я не занимаюсь профессиональной фотографией. На это не претендую. Я не заморочена в этом плане. Просто хотела красивые вайбовые снимки, которые фотоаппаратные сделают без всяких настройок и заморочек. Тут такой момент, что, когда я искала информацию об этом фотоаппарате, я встречалась с разного рода комментариями по типу «Это ерунда», «Это бред», «Это какой-то отстой», «Лучше купить, типа, старую мыльничку, там, с барополки, сделать фотографии». Это выбор каждого. Но, опять же, я встречала и другого рода мнение о том, что фотография может быть разной, особенно, если она любительская. И то, что фотография с легкой руки, там, без каких-то особых настроек и замороченных фотоаппаратов, может быть классной. И передавать душу и настроение кадра. Ну, то есть, я к этому отношусь проще. Поэтому для моего такого хобби и для того, чтобы просто побаловаться, скажем так, я выбрала именно новый пленочный фотоаппарат. Я снимала на него несколько месяцев. И могу сказать, что я лично очень довольна, потому что весь прикол вот этих фотоаппаратов в том, что ты снимаешь, 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 потом ты уже забываешь, что ты там нафотографировал. И в итоге, когда тебе пленку проявляют, ты смотришь на кадры, вспоминаешь, что было раньше, где-то удивляешься, потому что не помнишь, что бы делал эту фотографию. И самое интересное, что из-за того, что это пленка, ты получаешь разные варианты, потому что там где-то может быть кадр слегка засвечен, там наоборот слишком темный, где-то получился какой-то интересный, необычный ракурс. Ну, то есть, ты видишь в окошке одно, а по факту все равно получится что-то другое. И в этом есть своя манья. Еще интересный момент, когда я там говорю друзьям или кому-то из знакомых, что у меня есть такой фотоаппарат, и сразу, о, классно, пленочный, а у моих родителей был когда-то, а вот это так прикольно, что сейчас это вернулось. То есть, это какая-то интересная такая культура, к которой можно прикоснуться. И по отзывам людей, по тому, как они реагируют на мои фотографии, которые выкладывала и показывала в Инстаграм, это нравится многим, не только мне, а и просто моим, скажем так, зрителям и людям, которые оценивают творчество со стороны. Этот фотоаппарат механический. То есть, здесь вы будете самостоятельно скручивать пленку, самостоятельно прокручивать кадры, когда их делаете. Но все это очень просто, и с этим справится даже ребенок. В этом есть даже какая-то прелесть, что он механический, то есть, это какая-то отсылка к прошлому. Дизайн у камеры тоже такой красивый, необычный ретро-формат какой-то получился у нее, мне нравится. Еще она есть в разных цветах, она есть вот такая зеленая, по-моему, желтая, есть черная. Цвета у нее действительно очень приятные и красивые, я выбрала в таком зеленом оттенке. Она сама по себе еще очень фотогенична, эта камера, то есть, ее можно фоткать просто с чем-то для тех, кто ведет Инстаграм-страничку. Потом нужно знать про то, как устроена камера. Здесь открывается задняя крышка, очень легко. Сюда вставляется пленка, защипывается ее край в специальное отверстие, протягивается с помощью колесика и закрывается крышка. Главное, не открывать крышку с несмотанной пленкой. Это очень важно, если вы никогда не фотографировали на пленку, нужно это понимать, потому что если вы откроете крышку, и там еще будет нескрученная пленка, вы просто можете испортить какие-то кадры, засветить их. Если вам нужно это зачем-то сделать, это нужно откроть в темном помещении, а лучше этого вообще не делать. И просто пленку дощелкать, закрутить обратно всю катушку, скрутить, и только тогда снова открывать крышку. Фотографировать просто на одну кнопку всего лишь нужно нажать на вот эту, которая вверху, чикс, и все. Когда вы сделали фотографию, нужно прокрутить внизу колесико вот эту шестереночку для того, чтобы отмотать кадр. Вы поймете, до какого момента проматывать, потому что она просто как бы не будет дальше крутиться. Вы почувствуете такое сопротивление. Вот тогда нужно остановиться. Для того, чтобы сфотографировать какой-то объект или что угодно со вспышкой, нужно прокрутить вот это колесико, которое находится прям по центру вашей камеры. Вы даже услышите, когда включится вспышка. Вы увидите, что сзади на фотоаппарате загорится красная лампочка. Эта красная лампочка как раз таки говорит о том, что вспышка заряжена, она работает, и вы можете снимать с ней. Если же она не горит, значит ваша батарейка разрядилась или ее нет вовсе в фотоаппарате. То есть сюда обязательно, если вы хотите фотографировать со вспышкой, а вам это придется делать, нужно вставить в специальный отдельный отсек маленькую батареечку. Допустим, вы вставили пленку, сделали свои фотографии, сделали фотографии со вспышкой и так далее и тому подобное. Как потом эту пленку обратно скрутить? Вам нужно удерживать пальчик на вот этой маленькой черной кнопочке, достать вот этот вот рычажок, немножечко заморочено, это очень просто делается. И просто скручивать пленку по направлению стрелки. Здесь стрелка указывает направление, поэтому это совершенно несложно делать. Вы крутите, 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 и когда вы почувствуете, что все, пленка скрутилась, опять же, вы почувствуете такое сопротивление, это ощущается в руках. Вы открываете крышку и достаете катушку, которую вы владете в специальный контейнер или пакет куда угодно и отправляете на проявку или приносите на проявку. Еще важно сказать, что эта камера очень-очень легкая, максимально легкая. В этом ее и прелесть, и минус. Минус, наверное, в том, что думаешь, ну как это, она может быть такая легкая, и вообще делать какие-то фотографии, игрушка какая-то. С другой стороны, ее очень легко и удобно с собой брать в какие-то поездки, кидать в сумку и так далее и тому подобное, потому что она, ну, вообще ничего не весит и не занимает много места. Действительно компактная. По поводу пленки тоже скажу, на какую пленку снимать. 35 мм, это обычная пленка типа Kotak Gold. По поводу ISO, снимать лучше в такие солнечно-яркие дни на 100-200 ISO. Ну, не лучше, а можно. А если погода пасмурная и чуть более темное освещение, больше подойдет пленка на 400 ISO. Например, там осенью, зимой, наверное, будет лучше она. Если же вы снимаете в темном помещении, понимаете, что света недостаточно, включайте вспышку. Она спасет ситуацию. Этот фотоаппарат полукадровый, я еще об этом вам не сказала. То есть, когда вы делаете фотографию, она у вас как будто бы делится на два. То есть, кадр делится на два. Как это понять? Смотрите, в катушке 36 кадров. В этом фотоаппарате у вас по факту будет 72, потому что это полукадровый фотоаппарат. То есть, у вас аж 72 попытки сделать классные фотографии. И я уверена, вы их сделаете. Мы разобрались с тем, как работает эта камера, как на нее снимать, какая нужна сюда пленка. Давайте разберемся в цене вопроса. Я покупала эту камеру в районе 4 тысяч гривен. Я не помню, там плюс-минус цена. Может быть, чуть дешевле, может быть, чуть дороже. Искала просто рандомно на каких-то сайтах. Я, если найду ссылку именно, где я заказывала, оставлю в описании, чтобы вы знали, где именно брала. Пленка будет стоить в районе 600 гривен, 800. Не могу сказать, что это дешевое удовольствие. Но почему я выбрала именно вот этот вариант? Потому что, опять же, полукадровый фотоаппарат. Вы берете пленку и вы экономите. У вас получается, по факту, в два раза больше снимков. Это круто. Это новый фотоаппарат. Да, если вы занимаетесь любительской фотографией и не ищете вот эти фотики на барахолках, это выгодная покупка, потому что вы знаете, что он не сломает. Если же вы покупаете пленочные фотоаппараты, которые уже были использованы, а не все, все, которые изначально были созданы, были в использовании, потому что они уже не выпускаются. У них есть высокий риск того, что они сломаются. И что с ними делать, будет непонятно. Возможно, вы их не сможете никак починить. А они тоже не стоят копейки. То есть, если более-менее хороший старый пленочный фотоаппарат, он тоже будет стоить в районе 2000-300. Есть дороже, там, есть какие-то профессиональные фотоаппараты. Ну, кто в этой теме разбирается, тот понимает, о чем я говорю. Поэтому, если хочется взять себе красивую камеру, которая будет делать прикольные снимки, быстро, легко, без заморочек, и эта камера не сломается, то вот это хороший вариант. Есть подобные камеры, чуть дешевле. Я сейчас покажу вот здесь картинки, которые я рассматривала. Я рассматривала эту камеру, по-моему, она называется М35 или что-то такое. Такие яркие фотики, которые тоже вы могли встречать на просторах интернета, которые работают по такому же принципу, только это не полукадровый фотоаппарат. То есть, если 36 снимков, 36 вы получите. Ну и пленка, да, я уже сказала, какие есть цены. Можно купить чуть дешевле пленку, там, за 400 гривен, что-то такое. Есть пленки, которые вроде бы как просроченные, не помню, как они правильно называются, но они могут быть чуть дешевле. Но там есть риск получить непредсказуемый результат. Сразу забыла сказать, что в комплекте у этой камеры был специальный чехольчик и вот такая вот веревочка, канатик, который закрепляется, чтобы было удобно камеру носить в руках. Перед тем, как показать то, что у меня получилось на эту камеру, я хочу сказать, что мне она очень понравилась. То есть, это была реально покупка для души. Что-то интересное снимать, запечатлять это, и потом наслаждаться результатом. Опять же, который вас по-любому удивит. И эти фотографии сразу получаются, как будто бы обработаны. Мне вот люди пишут, а тут есть обработка? Я говорю, нет, пленочный фотоаппарат, есть как бы сам себе фильтр. То есть, в этом интерес. И все зависит, конечно же, еще от пленки, которую вы выберете. Даже несмотря на то, что проявлять у меня в городе ее негде, я все равно очень-очень довольна и рекомендую к покупке подобного плана фотоаппарат. И даже этот тоже очень рекомендую, если вы располагаете финансами. Кстати, это шикарный подарок, потому что справится, как, опять же говорю, ребенок даже. Но это интересно, прикоснуться к культуре фотографий такого характера. По поводу проявки, сразу скажу пару слов. Я отправляю в лабораторию в Киев. Там мне оцифровывают фотографию за 200 гривен, по-моему, всю пленку. Я получаю буквально через день уже результаты в телефоне. И просто потом выкладываете фотографию в Инстаграм или куда мне там хочется. Я их не распечатываю. Но если бы у меня было такое желание, я имею возможность их еще и распечатать. И, например, наклеить в какой-то альбом, развесить по стенам, подарить друзьям. То есть это уже ваш выбор, что дальше делать со снимками. Вообще, такие лаборатории есть не только в Киеве, насколько я знаю. Но я нашла киевскую, поэтому, кому интересно, оставлю ее контакты тоже в описании. Это не реклама, это моя личная рекомендация, потому что я уже сама у ребят проявляла пленку. Там реально все быстро, качественно и без проблем. Там же, кстати, я и покупаю себе пленку. У нас просто в Запорожье, к огромному сожалению, проявить ее негде. Там, где ее проявляли, уже этим не занимаются. Поэтому спасибо новой почте, спасибо этим лабораториям, которые все делают удаленно. Сейчас, возможно, просто все. Ну, я с вами буду прощаться. А сейчас вы просто посмотрите те фотографии, которые у меня вышли за несколько месяцев пользования кодеком. И надеюсь, вам это видео понравилось. Надеюсь, оно вас на что-то вдохновило. Надеюсь, вы получили ответ на ваши вопросы по поводу пленочного фотоаппарата именно моей модели. Вдруг кто-то из вас хочет теперь что-то такое купить, я вас поддерживаю целиком полностью, потому что это что-то с чем-то. Это какая-то отдушина вообще другого уровня. Поэтому спасибо за ваше внимание. Смотрите кадры, пишите в комментариях, было ли вам интересно и какие фотографии понравились больше всего. До новых встреч, берегите себя. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok